Всем привет народ! Вы на канале Мяски и Бани Сауна, с вами Правда Максим И сегодня у нас на обзоре сразу две бани-бочки, которые можно приобрести То есть они есть в наличии, кстати по хорошей скидке до новогодних праздников Ну новогодние праздники тоже наверное включительно будет То есть цена будет со скидкой, потом они будут опять по прайсовой цене Так что успевайте приобрести, если кому-то нужна баня-бочка Именно сейчас они есть в наличии Кстати цены все внизу в описании, мы пишем их под каждым видео Цена будет указана как на первую баню, так и на вторую баню Читайте описание, там все написано, рассказано Если будет что-то непонятно, вы можете звонить по контактам, которые есть там же внизу в описании под видео Итак начнем с бани-бочки, которая у нас длиной 4 метра, диаметром 2,20 Цвет ее орех, зеленая кровля Три стяжные ленты, три стапеля, все достаточно стандартное Еще раз повторюсь, бани очень недорогие, дополнительно еще идет скидочка С торца бани расположено окошко, находится оно в комнате отдыха, естественно Размер его 30 на 40, расположено оно вертикально Есть освещение в каждой нашей бане, это стандартная опция, на улице стоит светильник Ну естественно есть вентиляция, куда же без нее Дверь и вход в баню тоже располагается с торца То есть дверь на магнитной ручке, то есть она фиксируется магнитом Очень удобная опция, в общем заходим внутрь Так как банька у нас 4 метровая, значит предбанник у нас длиной 1,75 м при диаметре 2,20 Здесь у нас тоже все по классике расположено Две табуреточки и посередине стол То есть здесь можно удобненько сесть, почаевничать после баньки, отдохнуть Если же нужно прилечь, то это можно сделать на лавочке, которая располагается напротив То есть там уже человек может в принципе с подголовником в полный рост лечь Естественно как в любой бане у нас расположен выключатель, он однозонный То есть он выключает сразу все три светильника Это комната отдыха, парная и улица То есть это удобно в небольших банях, зашел, включил, вышел, выключил, сразу баня все гасит Очень удобно Тут у нас уже кстати тоже приготовлены транспортные досочки Они прибиваются под плинтус, который идет под кровлей Чтобы не поломать, не замять кровлю Ну таким образом баня доезжает целая После того как баня доставлена, эти досочки снимаются Они прибиваются на очень тоненькие гвоздики Никаких следов на бане не остается Этими же досками можно растопить баню На этой лавочке, как я уже говорил, можно прилечь Можно также присесть, переодеться Здесь может компания, в принципе, из пяти человек в этой комнате отдыха спокойно находиться Окошечко, про которое я говорил на улице, открывается у нас вот таким образом То есть у нее вертикальное открывание Для чего это делается? То есть возле двери, так как вот это расстояние не очень большое Лучше ставить все-таки вертикальные окна, чтобы нагрузка на перегородку была более равномерной Есть вентиляция, я вообще советую ее держать круглогодично открытую Вообще ее никогда не закрывать, чтобы не запывать ее открывать То есть во время парения это естественно просто приток кислорода А после того, как мы попарились, данная вентиляция помогает просушить баню Забыл совсем сказать, что вся баня у нас выполнена из сосны Толщиной профилю 53 мм А дверь в парную у нас выполнена из кедра Это кедровая вагонка, она не плачет То есть здесь не будет выделяться смола, в нее не прилипнешь И, соответственно, дополнительно, как бонус, запах кедра будет в этой парной тоже присутствовать Парная длиной 2 метра при ширине, при геометре, точнее, тоже 2,20 И, чтобы у нас здесь тоже смола не одолевала Здесь свод обшит уже липовой вагонкой в паркетную раскладку То есть здесь тоже смола не будет капать никому ни на голову, ни на полки То есть максимально обезопасились от того, чтобы не вляпаться в сосну Полки, раз мы уже зашли за них толщиной, ой, шириной 600 мм, длиной 2 метра То есть здесь может практически стандартного роста человек любой прилечь совершенно спокойно В эту баньку мы решили поставить печку с наружной топкой Это печка от компании УЗПО, называется Фея В общем, тоже мы очень давно эти печки ставим Кому нужна печка на долгие годы, то есть это именно такая печка Толщина у нее от 8 до 10 мм, то есть это очень толстостенная печка, прослужит долгие года Здесь загрузка, по-моему, 40 кг камней, но в принципе можно килограмм под 50 загрузить Так как толщина свода у нас позволяет, он выдержит этот вес камней, здесь можно нагрузить и побольше Бак здесь тоже выбрали такую форму, ну, чтобы он гармонировал с печью То есть они, ну, примерно одинаковые геометрической формы Объем его 40 литров, выполнен он из нержавейки Вот эти белые, материал, так скажем, да, это пленка, защитная пленка После того, как бак будет, ну, сейчас мы отснимем Труба эта опустится, здесь будет стоять специальная деревяшка такая Чтобы труба была ниже и сама баня была в габарите После того, как баня доставляется, палка эта убирается, поднимается труба и вставляется бак После этого обязательно нужно удалить защитную пленку Ну, мы ее не снимаем для того, чтобы бак доехал просто целый и красивый Ну, потом уже заливается вода и пользуйтесь уже баней по полной программе Бак этот еще отличается такой особенностью, как вот такая крышечка Поднимая ее, мы здесь можем совершенно спокойно помыть Это, ну, в плане уборки бака и мытья, это, ну, очень удобная опция Кран, естественно, сливной тоже сделан из нержавейки Чтобы вода не контактировала с металлом, не давала ржавчины В общем, это, ну, опять же, удобство эксплуатации Дымоходная система, дальше все по стандарту 115 диаметр, 200 наружный диаметр, нержавейка Потолочно-проходной узел тоже сделан из нержавейки Под ним, под листом все обработано огнебиозащитой И уложена калиновая вата За печкой у нас стоит огнезащита Это мини-рит на проставочках И сама печка стоит тоже на нашем фирменном поддоне Который пожаробезопасный, вентилируется Самоохлаждающийся, очень простая и надежная конструкция В обязательном порядке в любой бане нужно ставить окошко в парной Это баня не исключение Здесь стоит окошечко 30 на 30, двойное остекление В общем, для проветривания, для того, если мы перетопили баню Открыли окошечко, открыли дверь Если зима на улице, то в комнате отдыха тоже открываем окошко И у нас получается некий сквознячок Мы продуваем Если летом, можно открыть двери То есть будет более серьезный сквозняк И мы более быстрым способом охладим парную С этой банькой мы закончили Пойдем к следующей, она тут недалеко Кстати, вот эта баня тоже в наличии Ее тоже можно приобрести Ролик выходил чуть-чуть пораньше Так что, кому она интересна, можете тоже зайти посмотреть Следующая баня у нас уже трехметровая Она чуть поменьше, соответственно, дешевле Но опять же, тоже присутствуют на нее скидки Длина ее 3 метра, диаметр 2,20 Кровля у нас красная здесь И цвет бани черный То есть она немножко потемнее, чем та Но также здесь присутствует и вентиляция Свет уличный, как я уже говорил То есть это стандартные функции Они есть в каждой бане Дверь у нас тоже на магнитной ручке То же самое фиксация, тоже очень удобно Погнали внутрь Так как банька у нас небольшая, всего 3 метра Соответственно, предбанничек в ней тоже небольшой Он 750 миллиметров Но опять же, во мне 100 килограмм живого веса Я могу здесь совершенно спокойно переодеться, переобуться То есть сесть, мне здесь в принципе комфортно Ничего не мешает Да, здесь не разгуляешься, с чайком не посидишь Но два человека друг напротив друга Здесь могут спокойно сесть, переодеться, поговорить Отдохнуть после бани То есть у нас даже была такая в свое время тестовая баня Люди приезжали, парились в такой То есть, ну в принципе, для переодеться здесь совершенно спокойно хватает места В заказ наряде мы здесь совершили небольшую ошибочку И в предбаннике тоже зашили свод Как и в парной, но только другой вагонкой То есть, ну это ошибка была в написании Но опять же, тому, кто будет пользоваться этой баней Будет только в плюс То есть предбанник дополнительно утеплен еще вагонкой При толщине профиля, напомню, 53 миллиметра Здесь еще вагонка 15 миллиметров плюсом То есть, такая баня будет еще теплее Ну и держать температуру будет гораздо больше Естественно, есть вентиляция Вентиляция как из парной, так и на улицу Ну и также есть, конечно, выключатель Он тоже однозонный, так как банька еще меньше Здесь вообще многоклавишность, ну, наверное, вообще не имеет никакого смысла Поехали в парную, там тоже есть что посмотреть Здесь парная у нас тоже двухметровая Здесь, в принципе, расположиться человек может точно такой же комплекс Как и в предыдущей бане То есть, парная по сути своей не особо отличается Свод здесь тоже оббит липовой вагонкой Тоже в паркетную раскладку То есть, тоже для того, чтобы избежать капель смолы Даже учитывая тот факт, что баня бюджетная Ну, в смолу вляпаться никто не хочет То есть, здесь сделано то же самое Чтобы человек садился Опять же, здесь есть подспинчики Чтобы было удобно спине, когда мы сидим И, опять же, они не мешают, когда мы лежим Если бы их не было и не было бы обшивки Мы бы обязательно, сто процентов, вляпались бы сосну Или, допустим, откуда-нибудь здесь бы капнула смола Так как это все-таки хвойное растение А хвоя выделяет смолу, как известно То есть, для этого мы обшиваем парные Печка здесь уже от другой компании Это компания Грилд Аврора Мини Тоже конвекционная печка Небольшая, то есть, она очень быстро Разогревает парную Дверка, топка, точнее, у нас Находится снутри В той бане у нас было снаружи, здесь снутри То есть, на разный вкус, кому как удобно топить То есть, многие люди Спрашивают, в чем плюсы Такой или иной Буквально сегодня, за час до съемки Приезжал наш один из клиентов Общались с ним И он говорит, что он не нарадуется Что у него внутренняя топка Вчера приезжал клиент, говорит, у него наружу Он не нарадуется, что у него снаружи То есть, все люди разные У всех запросы разные Так что, и мы делаем бани Тоже на разный вкус Потому что, одну баню сделать И всем угодить, так не получается Мы бы рады были Тогда бы у нас канала не было Мне еще было бы показывать Нифига себе, куда я его петлял Стоит печка на таком же поддоне Вентилируемый, он тоже самоохлаждающий В независимости от цены бани У нас в любом случае И в бюджетной, и в самой дорогой Будет система безопасности На одинаковом уровне В любом случае То есть, никому не захочется Пожар, что в дешевой бане Что в дорогой бане Так что, мы к этому относимся Очень серьезно Слава Богу, у нас еще не было никаких инцидентов Дай Бог и не будет За печкой расположен Тоже лист минерита Он на проставках Чтобы за ним тоже вентилировалось Чтобы не было никакого перегрева Бак у нас такой же, как и в предыдущей бане Тоже в защитной пленке Тоже кран из нержавейки Та же крышка Тоже самое удобство уборки Такой же дымоход 115-200 Тот же проходной узел Все то же самое сделано по одной технологии Окошко здесь тоже, естественно, присутствует Потому что проветривать и подышать никто не отменял Здесь оно тоже 30 на 30 И двойное остекление По-моему, я забыл сказать про ширину полков Ширина полков здесь 600 Длина 2 метра В принципе, здесь может расположиться 6 человек У нас были такие случаи, что по 6 человек парились в подобной бане Но комфортно здесь будет 4, лежа 2 Такие у нас сегодня две баньки на обзоре были Так что, если вам нужна баня, можете обращаться смело Всем остальным спасибо за просмотр Всем пока и с легким паром Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok